Добро пожаловать на курс «Введение в обработку естественного языка». Как вы, наверное, заметили, заголовок немного отличается от того, что я сейчас сказал, и это такой дисклеймер. Предупреждаю, что в процессе рассказа это будет меняться, поэтому если что-то смущает, пожалуйста, сигнальте, но должно быть интуитивно понятно. Да, во-первых, представлюсь. Меня зовут Антон. Я работаю в лаборатории искусственного интеллекта в ПАМИ. Наверное, правильнее сказать, что это самсунговская лаборатория, лаборатория Samsung AI, где мы занимаемся дип-дернингом, то есть решаем разные задачи, в которых уместнее уже использовать нейронные сети, чем что-либо другое. В частности, я вот в такой банде, которая занимается NLP, и это второй раз, когда я читаю этот курс. В этот раз немного расширенный. С домашними работами, проверять домашние работы и помогать с курсом мне будут Дмитрий Бобровников из Яндекса и Григорий Рожков из WorldQuant, и в зависимости от количества тех, кто запишется, может быть, кто-нибудь еще. Про Slack-канал я уже сказал. Пожалуйста, за всей орг-информацией, все анонсы стоит ожидать там, ссылки на домашку и все такое. Все будет там, пожалуйста, добавляйтесь, не теряйтесь. Все, что требует кулуарного разговора, это, пожалуйста, либо там в личку, либо вот на почту. Ну, на самом деле, я думаю, что многие довольно хорошо представляют себе, что такое Natural Language Processing. Например, лучше, чем, не знаю, могли бы представлять себе все это, не знаю, 10 лет назад, потому что в последнее время произошло много всего. Но вот если спросить Google, зачем мне знать что-то о Natural Language Processing, ну, на самом деле, это еще хитро сформулированный запрос, конечно, в топе в выдаче будет скорее как научиться, а не зачем учиться. Во-первых, конечно, обработка естественного языка, и, в общем-то, во многом это то, почему я и занимаюсь я, это весело, это возможность делать, возможность заставить машину говорить, если так совсем грубо. Одно из определений обработки естественного языка – это один из интерфейсов, один из способов взаимодействия человек-компьютер. И отличный пример, это предельно понятный и в точности соответствующий этому, ну, например, Siri и, не знаю, Алиса, Картана и прочие. Боты, с которыми мы общаемся на естественном языке, они уже разбирают то, что им сказано с помощью каких-то хитрых и не очень алгоритмов и что-то с этим делают. То есть мы отдаем таким образом машине команды. Иногда, ну, так можно сформулировать очень много задач в Natural Language Processing, поэтому вполне себе валидное определение, но часто это происходит в духе, вот у нас есть куча текстов, нам нужно из нее извлечь некоторые знания, что-то полезное, потом агрегировать и снова отдать человеку. То есть такой процесс human-компьютер-human. То есть в целом NLP – это про методы математики, информатики и лингвистики, чтобы как-то обработать текст, чтобы он стал для нас, чтобы результаты были для нас полезны. Кроме прочего, язык – это, если пафосно говорить, вместилище знаний человечества, вместилище разных культурных паттернов. Мы рассмотрим несколько примеров наверняка, когда по каким-то, ну, посчитав какие-то простые статистики, можно понять об отношении к отдельным словам разных групп людей и что нам это о них скажет. И поскольку Web 2.0 давно уже правит интернетом, в интернете тексты пишут живые люди, а не профессионалы, которые сами себе создали веб-страничку и так далее. Проходите, пожалуйста. И это значит, что у нас есть огромный источник данных текстовых, достаточно хорошо представляющий разных людей. И поэтому это так говорить корректно. Ну и, кроме прочего, да, последняя строчка. Еще в 2014 году, скажем, в Санкт-Петербурге, было днем с огнем не сыскать вакансию да хотя бы какого-нибудь датамайнера или NLP-инженера тем более. Но сейчас это не так. И вообще это такое подмножество дата-сайентистов, которым тоже платят. Что будет в этом курсе? От этого курса не стоит ожидать большой строгости. Теорем мы доказывать особо не будем. Здесь мы будем ориентироваться исключительно на практику. Поэтому будем, ну, то есть, по сути, рассматривать комплекс на проблему и по нескольку методов, которые ее решают. Хорошо или не очень. NLP, если отчитывать ее с тех же времен, когда начиналась, скажем, компьютерная лингвистика, молодая, но не очень наука. И спектр методов, с которыми в ней можно работать, довольно широк. Ну, мы в случае, когда у нас есть, скажем, работающий какой-нибудь суперпростой метод на правилах, мы его будем рассматривать. Но когда статистические подходы справляются лучше, мы, конечно, отдадим им предпочтение. Ну, Machine Learning 2019, все дела. В курсе почти все, что будет рассказано. Это то, с чем я сталкивался лично в работе или в каких-то там сайт-проектах экспериментальных, студенческих. Поэтому, ну, можно сказать, от первого лица все будет. Местами уклон в обработку русского языка. Ну, во-первых, конечно, это подчас бывает сложнее. Ну, не сильно, но все же сложнее. Это несколько интереснее. Ну, и вообще не очень хочется, там, скажем, давать примеры и домашние задания, напоминающие тьюториал в выдаче Гугла по запросу метода, который мы хотим рассмотреть. Чтобы не было совсем скучно. Слушай вас. Метод, основанный на правилах? Ну, мы это... Ну, мы, во-первых, рассмотрим несколько. Ну, во-вторых, ну, я не знаю, например, скажем, морфологический анализатор, или, я не знаю, вот разметку части речи, вот такое правило, очень плохой анализатор. Правило номер один. То, что заканчивается на "-ить", глагол, то, что заканчивается на "-ски", прилагательное. Ну, вот, пожалуйста, система на правилах морфологический анализатор, работающий ужасно, но тем не менее. Вот. То есть, иногда правиловых систем вполне достаточно. И, там, вот, вещь, которую я на протяжении всего курса, видимо, буду повторять, это если можно что-то делать без машинного обучения, и оно прекрасно работает, то так и надо делать. Вот. Потому что это... Потому что если на правилах все работает, то оно управляемо и так далее. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Вот. Я ответил на вопрос? Хорошо. Ну, и чтобы еще раз... Еще одно такое, можно сказать, определение обработки естественного языка, это дать кучу подразделов, которые туда относятся. Языковое моделирование, очень модная, но, скорее, важная сейчас часть NLP, но, в принципе, на протяжении всей истории компьютерной лингвистики. Задача оценки вероятности цепочки предложений, или что примерно то же предсказание следующего слова. Ой, извините. Она важна тем, что вот сейчас, например, можно взять языковую модель, как такое, ну, тоже, можно сказать, закодированный язык, вместилище знания о языке как последовательность, прикрутить туда какой-нибудь к модели классификатор и побить все предыдущие подходы. Ну, мы в этом еще поговорим. Честеречная разметка, как в школе, выделение именованных сущностей. Не всегда так уж просто. Иногда простых правил вот как раз хватает, чтобы вытащить из текста e-mail или там номер телефона, но фамилию, имя, отчество – это не такая простая задача, или какой-нибудь топоним, скажем, вытащить. Да, вот эта задача не всегда работает, скажем, когда мы просто смотрим на каждое слово и пытаемся понять, относится оно к какой-то именованной сущности или нет. То есть чуть-чуть похитрее, чем-то похоже на частеречную разметку. Поговорим. Классификация текстов. Та из задач обработки естественного языка, которую, наверное, если дата-сайентист, который работает с табличными данными, если ему приходится работать и с текстами, скорее всего, он решает текстовую классификацию. То есть у нас есть набор текстов. Текстом сопоставлены некоторые метки, ну, например, тематики, да, я не знаю, тематики новостей, спорт, спорт, происшествия, война, и все такое, финансы. И нужно суметь, обучившись на этих примерах, аннотировать таким же образом тексты, у которых меток нет. Ну вот, например. Тоже, конечно, будем рассматривать. Выделение ключевых слов, проверка правописания, проверка грамматики, грамматической корректности, синтаксический разбор, машинный перевод, приведение слов к словарной форме, к нормальной форме, разными способами, порождение, генерация текста, кластеризация текста, то есть группировка текстов в кластеры, то есть это такие группы, что тексты внутри одного пластера похожи друг на друга, а в разных кластерах друг от друга отличаются. Опять же, пример отличной новости. Мы не знаем наперед, какие события произойдут, если мы, скажем, какой-нибудь новостной агрегатор. К нам идет поток новостей, и мы хотим группировать новости по инфоповодам, по событиям на лету. Соответственно, здесь текст, в котором описано события, они обычно друг на друга похожи, и здесь кластеризация замечательно справляется. Ну как замечательно, если ее очень хорошо настроить. Это сложная задача, и будет посвящена отдельная лекция. Вопрос на ответные системы и диалоговые системы. Ну, о них мы уже говорили. Разные виртуальные ассистенты, чат-боты техподдержки и прочее, прочее. Студентам не нужно объяснять, что такое plagiarism detection, потому что везде или почти везде работы проверяют на плагиат. Вот это все как раз сюда. Морфологический анализ, расстановка переносов, выделение отношений, связывание найденных сущностей с объектами в базе знаний. Анализ тональности текста, положительный или отрицательный отзыв. Ну, это часто можно рассматривать как подзадачу классификации текстов, но иногда приходится делать более хитрые вещи, чтобы понять, например, к чему конкретно относится сантимент. Тематическое моделирование, в каком-то смысле бекластеризация текстов. Поговорим об этом отдельно. Text summarization, автореферирование, то есть поиск краткого описания большого текста, либо в самом тексте, либо в генерационной основе. Разрешение анафоры. И вот курсивом выделен информационный поиск. Информационный поиск нечестно называть подзадачей обработки естественного языка. Это отдельная наука, благодаря которой у NLP есть много разных трюков. Вот мы об этом сегодня как раз сегодня будем говорить. После краткого введения мы перейдем к информационному поиску. Но все же иногда его тоже относят к NLP. Значит, многих старых классических подходов 50-х, 60-х, 70-х у нас здесь не будет. То есть, может быть, если бы курс был огромный, то есть ради, как это сказать, поучения и так далее, или чтобы показать эволюцию, это было бы полезно сделать. Но все-таки нет. Мы опустим для краткости. И лучше расскажем что-нибудь посвежее. Частый запрос, когда ты говоришь кому-то, что ты занимаешься NLP, а вот научи меня делать чат-бота. В курсе мы этого делать не будем. Во-первых, если хочется просто сделать чат-бота, то полно туториалов, как запрячь, не знаю, ай-павлов, фраза, AI, гугловские системы или просто написать на коленке. Ну, по-хорошему, об этом тоже надо читать отдельный курс, и этого здесь не будет. Но не будет еще много чего. Задач не обязательно эзотерических, то есть, я в шутку называю их эзотерическими, но в том смысле, с которыми дата-сайентист едва ли сталкивается часто, если только он не работает в какой-нибудь специализированной конторе. Но и вполне прикладных, но просто очень сложных, по которым тоже нужно читать по-хорошему отдельный курс. там, вот по QA-системам, диалоговым системам и так далее. Вот список хороших источников. От каждого из них в этот курс пришло немного, есть еще парочка. Всех настоятельно рекомендую. И, наверное, в самую первую очередь, наверное, вот этот курс, «Speech and Language Processing». Эта книжка сейчас формируется в третьей издании, авторы выкладывают ее, некоторые главы в сеть. Если хочется поглубже обратиться к какому-то вопросу, рассмотренному в курсе, там есть большая часть. И главное, что там в конце каждой главы много хороших ссылок, по которым я настоятельно рекомендую пройтись. Вот. Так. Ну и, конечно, большая часть курса и, скажем так, инсайты, они скорее из отдельных статей, все их здесь перечислить, конечно, невозможно. Википедия, кстати, тоже не так уж всегда плоха, разумеется, речь идет об английской. Если надо что-то понять очень быстро, а потом уже нырнуть глубже, то Википедия — это отличная точка входа. Кроме того, чтобы писать в канал, если у вас есть какие-то вопросы, не знаю, скажем, по работе, про NLP, есть разные ресурсы, где тусят русскоязычные дата-сайентисты, NLP-шники и прочее, куда можно обратиться за советом, где можно найти хорошие ссылки. Тоже рекомендую ознакомиться. Ну и есть другие хорошие курсы. Ой. Пардон. Не надо никуда переходить. Есть и другие хорошие курсы, которые я тоже рекомендую все из перечисленных. Ну, prerequisites для курса, то есть то, что по-хорошему надо бы знать. Это какие-никакие основы теории вероятностей, линейные алгебры. Ну, по сути, нам будет важно перемножение матриц и разложение матриц. Интерес к машинному обучению, который, я подозреваю, у всех есть. Умение сдавать домашки в срок. И основу Python. То есть... Домашки будут содержательные. То есть... Ну, они не будут смертельно сложными, по моему мнению. То есть в том году многие справились. В позапрошлом году. Вот. Так что... Ну, вот. Я не знаю, как иначе ответить вопрос сложный или домашкий. Например. Ну, вот соревнования на Кегле. Вот там есть некий датасет. В нем есть тексты... В нем есть тексты, в котором слова идут в правильном порядке и в неправильном. И нужно обучить языковую модель так, чтобы она сумела разделять. Вот. Это простая задача. Вот. Есть чуть-чуть посложнее, но тем не менее. Вот такого рода вещи. То есть покодить придется все-таки. В прошлом про чтение курса было написано в слайде, что нейросетение будет. В этот раз... Это неправда. В этот раз это неправда. Вот. Ну, то есть... Да, будет... Я говорил, что курс расширен. Ну, рассмотрим несколько нейросетевых подходов к нескольким задачам, которые есть в курсе. Ну, в общем, да. Оценка такая будет сборная. Самый большой коэффициент будет у домашних, то есть лабораторных работ. Будут проверочные работы. И поскольку курс еще читается... Ну, поскольку курс будут проходить в том числе удаленно, проверочные работы будут не на бумаге, а, скорее всего, на степике вот как-то так это будет сделано. Но, скорее всего, со следующего раза и начнем. Плюс бонусные работы. Они будут анонсированы позже. Это либо какие-то программки, либо надо будет написать статью на вот один из предыдущих... на ресурсов, на который была ссылка на предыдущем слайде. И если вы решите за это браться... То есть, да, без бонусных работ можно получить пятерку. То есть, прям вот... Это не то, чтобы... Это они не формально бонусные, действительно бонусные. Но если вы хотите подстраховаться или вам просто очень интересно и хочется, не знаю, написать на NLPAP статью о каком-нибудь хорошем методе, то вот, пожалуйста. Это будет анонсировано позже. Есть ли вопросы по оргчасти? Оргчасти. А, нет, ну, то есть, это, конечно, дома. Вот, то есть, ну, было бы, да, странно все-таки заставлять носить ноутбук, наверное, но да, то есть, это дома. Продолжаем. Минимум-миниморум, который нужно рассказать. То есть, можно долго и подробно рассказывать историю компьютерной лингвистики, можно кого-нибудь не вспомнить и обидеть и дать 10 определений NLP, но мы делать не будем. Просто кратко. Часто бывает полезно... Ну, то есть, к этому часто придираются, скажем так, что есть computational linguistics, а есть NLP. Компьютерная или, точнее, вычислительная лингвистика, то есть, там объект, по большей части это язык, его моделирование, как он устроен и так далее, то NLP это все-таки про прикладные методы, чтобы уже с какой-то... чтобы обработать текст, чтобы уже из этого что-то получить какой-то профит. Ну, немного грубо, но есть... Можно об этом говорить по-разному. Лингвистика как наука, ну, ее можно поделить, тут тоже со мной можно поспорить, на пять частей. То есть, нас, во всяком случае, будут интересовать три. Фонетика, про звучание речи, морфология о частях речи, синтаксис о строении предложений, порядке слов и так далее. Семантика о значениях слов и прагматика, то есть, о том, что подразумевалось, об общей цели сказанного. В чем сложность для практика в обработке языка? Сейчас еще подробнее мы об этом поговорим дальше, но, тем не менее, тексты все бывают очень разные и очевидная совершенно задача, то есть, настолько очевидная, что, там, не знаю, вы знаете, как там с ней работать сто процентов, но, тем не менее, мы хотим обработать текст. Что такое текст для машины? Текст для машины – это набор строк. Соответственно, нужно хотя бы как-то представить слова, символы и так далее. И здесь уже есть огромный набор возможностей. И сложность в том, как представить данные, выбрать, как представить данные, как получить достаточно репрезентативную выборку, что делать с разными ambiguities, неоднозначностями, сегодня тоже рассмотрим. Ну, например, слово слово «села» и «села». Если мы рассматриваем все слова по отдельности, смотрим на текст, то совершенно не очевидно существительное это или глагол нашей машины. И так далее. Таких проблем миллион, и поэтому НЛП – это сложно. Чуть-чуть об истории. Совсем чуть-чуть. Великий математик Андрей Андреевич Марков-старший, автор, вы, наверное, слышали «Марковских цепей» и, наверное, ну, в общем, одних из наиболее важных теорем в теории вероятностей, провел в 2013 году эксперимент с текстом Евгения Онегина, ну, еще одной книги на самом деле, вручную посчитав, вручную подсчитав частоты на, по-моему, первых двухстах тысячах букв, как часто гласный идет за согласный, согласный, за гласный, гласный, согласный, согласный, за согласный. И было интересно проверить, можно ли к тексту, представленному как гласный, согласный, согласный, гласный и так далее, относиться как к марковской цепи, как будто вот, то есть, как будто следующее, будет следующее гласное или согласное, зависит только от предыдущей. И в этих предположениях он посчитал вероятность того, что, посчитал предельные вероятности текста как марковской цепи, что буква будет гласной, что буква будет согласной, и они совпали с обычной оценкой, обычной частотной оценкой, то есть, к доле гласных в тексте и доле согласных в тексте, что в каком-то смысле оправдывает гипотезу. И, ну, конечно, нечестно называть эту дату, там, датой зарождения прикладной компьютерной вычислительной лингвистики, так можно еще раньше что-нибудь вспомнить. По-хорошему, конечно, вычислительная лингвистика начинается с появления более или менее мощных компьютеров, когда стали сразу же задумываться о том, как делать машинный перевод, как заставить машину говорить как человек. И пройти тест Тьюринга. Ну, можно считать, что компьютерная лингвистика началась в 50-е с машинного периода, причем примерно в одно время, как США, так и в СССР. Наибольшую известность, наверное, получил так называемый Джорджтаунский эксперимент. Это мероприятие, совместный проект IBM и Джорджтаун University. было задано шесть правил, которые переводили тексты, с которыми переводили тексты на русском языке, транслятерированной на латиницу, в английский язык. Были подготовлены очень хорошие примеры, 60 предложений и статей, по-моему, по химии. И вот провели публичную демонстрацию, сразу же правительство выделило много денег. И, в общем, что сильно повлияло на интерес, на веру в компьютерную лингвистику и в целом на ее развитие. Но, к сожалению, проект, по-моему, меньше, чем через 10 лет закрыли. Ну, то есть, это была как раз система на правилах и и стало понятно, что вот этим путем идти не получится. То есть, проект, скорее, был признан неуспешным. Такой подход не масштабировался. И, можно сказать, что это была одна из таких зим компьютерной лингвистики. Еще один классический пример это Элиза. Элиза это первый, наверное, чат-бот, который тоже получил свой вау-эффект, виртуальный собеседник, который пародирует так называемого раджерианского психотерапевта. Не помню, как это на русский правильно переводится, но, в общем, суть Элизы в том, что она брала запрос человека и его перефразировала, делая это вопросом. Ну, вот, если мы посмотрим на этот диалог, то, в общем, более-менее понятно, как это работает. Элиза работала на паттернах. Элиза работала на паттернах и просто по нескольким правилам преобразовывала то, что она выделила из входного текста в вопрос. И был любопытный эффект. Люди, которые заранее знали, что Элиза это робот, все равно уходили с ощущением, что, в общем, они в тексте очевидным образом проявляли к ней те же чувства, которые бы проявляли к человеку. Этот эффект называется Элиза эффект. Еще один график, который всем показывают. И нам с вами обязательно тоже нужно у него посмотреть. Когда я говорил о том, что сложно собрать хороший корпус, вот картинка, которая отвечает почему. Если мы возьмем какой-нибудь достаточно большой текст или набор текстов, посчитаем частоты абсолютные отдельных слов и упорядочим слова по частоте, вот, скажем, слева самые частотные, вот их частота и к менее частотным, то будет вот такой график, так называемый power law, то есть порядковые номеры в этом списке на частоту, примерно константа, то есть если мы прологарифмируем вертикальную ось, то получим что-то вот такое, почти линия. Это примерно в Википедиях на разных языках, а это в русской Википедии, да. Что нам это говорит? Говорит это нам о том, что есть такие слова, которые есть почти везде, вот они, левее зеленого прямоугольника, а есть слова, которые встречаются очень редко, в очень специальных текстах, и суть в том, что идеального корпуса, конечно, не собрать, и это довольно очевидно, кроме прочего, ну, есть специальные термины, язык растет и все такое, но, во-первых, нам это говорит о том, что требуется обязательно, какой бы задачи, где мы работаем на уровне слов, какую бы задачу мы не решали, нам приходится как-то еще дополнительно обрабатывать случаи, ну, когда слова нет, слова нет в нашем исходном словаре, ну, то есть, либо мы просто его пропускаем, либо делаем с этим что-то особенное, и еще это значит, что, как правило, нас интересует все-таки вот этот кусок, слова, слова, которые могут встречаться в специальных текстах, но не слишком редко, что тут еще можно сказать, номер в списке, вот тут написано ранг, да, то есть, здесь идут частоты слов, упорядоченные по частоте, от больших к меньшим, вот, скажем, вот здесь слово, вот здесь слово, у которого частота, я не вижу, 25 тысяч в русской википедии, как-то так, ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть истории, если 50-е, это, как мы говорили, это большой оптимизм по поводу, в целом, как это называется, символический или символический искусственный интеллект, о том, что все можно задать логикой, все можно задать правилами, главное постараться, то же самое в машинном переводе, в чат-ботом, ну, разумеется, этот оптимизм потихоньку выгорел, в 50-е годы, ну, по сути, в 50-е годы, 48-й год, Клод Шеннон написал статью, в которой заложил все основы теории информации, которую мы будем несколько раз в курсе использовать, в 57-м году вышла книга Хомского синтактические структуры, совершившая революцию в каком-то смысле в лингвистике, но об этом еще тоже поговорим, когда будем заниматься синтаксисом. 60-е, 70-е, все еще по-прежнему символический искусственный интеллект, но, тем не менее, появляются первые, по сути, появляется первый известный корпус, браун-корпус, и момент его создания может считаться моментом начала корпусной лингвистики, то есть в целом численных подходов к в принципе, численных подходов к тексту на основе больших наборов данных, размеченных или не размеченных. Первые байсовские сети, в частности, скрытые марковские модели, о которых мы будем говорить, появились в 60-х и весь рост уже начали использоваться в 70-х, 80-х. Теория Мельчука смысл-текст, которая сильно повлияла на советскую и российскую лингвистику и очень спорная история, но это тоже из разряда оптимизма, то есть тоже надеялись в каком-то смысле правилами задать все грамматику и язык вообще. 80-е это расцвет как раз структурных моделей, то есть предсказаний не предсказаний на каким-то образом, например, упорядоченных данных, вот те же скрытые марковские, первые серьезные статистические подходы к семантике слов, в этом у нас будет тоже лекция или даже две отдельных, основан академиком Ершовым машинный фонд русского языка и в целом data-driven research потихоньку становится стандартом, то есть оценка качества на данных, корпус, вот это все, и во многом это все благодаря как раз информационному поиску. 90-е мероприятия по оценке качества моделей стали стандартом и стали появляться приложения для персональных компьютеров, ну, например, не знаю, промт какой-нибудь, то есть машинный перевод, который у вас там на диске, то есть стало много приложений компьютерной лингвистике, которые можно там купить, принести домой пользоваться. Двухтысячные это веб, это значит огромное количество текстовых данных, во все поля спинка в обработке естественного языка открывает дверь машинлёйнинг, данных все больше, поэтому, ну, то есть есть такие наборы данных, которые в жизни не разметить, но все-таки хочется как-то использовать, поэтому отдельного внимания получают подходы без учителя и развиваются и стал общедоступным интерфейс к национальному корпусу русского языка, ну, фактически создан был в эти годы. Ну, 2010-й это, конечно, полный произвол нейронных сетей, бьют все бенчмарки и все такое, но об этом еще поговорим. Теперь информационный поиск. Сколько у нас есть времени? Примерно полчаса на информационный поиск. Как я сказал, информационный поиск это не часть обработки естественного языка и заслуживает нескольких отдельных курсов. И теория, и нейронный поиск, и вероятностный поиск, все это очень большие области, которым можно посвятить целый курс. Но здесь есть несколько важных моментов для нас, и поэтому мы о них поговорим. Многие важные вещи из классического информационного поиска используются в NLP, именно ему обработка языка ими обязана. Ну и вообще это хорошая затравка для курса, что вот такое большое приложение, в котором много используется NLP, так давайте же займемся. Вообще информационный поиск, да, вот, это не только текст. Ну, все знают поиск по картинкам, есть вот Shazam и все такое, которые могут искать по звуку, поиск по Semantic Web и так далее, но нас будет интересовать все-таки текстовый поиск. Как правило, у нас есть какая-то коллекция документов, у нас есть запрос, который к нам приходит от пользователей, то есть ad hoc, то есть вот на нас свалился запрос, и нам с ним нужно что-то сделать, то есть найти подходящие документы. И, да, каждый документ это набор слов, возможно, упорядоченный набор слов, возможно, нет. И мы исходим из того, что за каждым запросом скрывается некоторый information need, то есть информационная потребность пользователя, которую мы хотели бы удовлетворить, то есть выдать ему максимально релевантные документы и верим, что мы можем задать такую функцию, задать такой алгоритм, который найдет. Ну, наиболее очевидная вещь, конечно, это что-нибудь такое искать по словам, найти что-то похожее по словам, ну, и задать каким-нибудь таким образом функцию релевантности, которая сопоставляет оценку, насколько запрос удовлетворяет тексту, и вперед скачать интернет на сервера, придумать эту самую функцию, пробежать, к нам пришел запрос, мы пробежали по всей базе, вычислили эту самую релевантность для каждого запроса, отсортировали весь индекс, и выдали топ, вот, ну, понятно, в чем проблема, да, скажите, конечно, долго, ну, вот проблема вот в этом, это размер индекса гугла на момент 2017 года, сколько там, 40, 47 миллиардов документов, если честно, я не знаю, это, ну, на самом деле, может быть, это неточные данные, я не помню, если честно, с какого это ресурса, что произошло в 2016, там, боюсь набрать, вот, то есть, фуллскан по 47 миллиардам документов, ну, дело, которое не закончится никогда, тем более, под каждый запрос, ну, какая-то фантастика, и на самом деле, все устроено обычно как-то так, значит, у нас есть текст в дикой природе, то есть интернет, у нас есть некий механизм сбора текстов, мы каким-то образом укладываем это все в базу, то есть, ну, просто складываем страницы, может быть, как-то предобработанную. Потом индексатор проходит по, не знаю, с каким-нибудь интервалом по всем документам и укладывает их в специальную структуру данных, которая называется индекс, и под каждый запрос мы уже обращаемся к индексу, конечно, то есть, к структуре, как это, созданной специально для того, чтобы быстро выдавать приблизительно потенциально полезные документы. Не сразу хорошо отранжированные, не обязательно, да? Значит, вот у нас есть некий список документов, который, ну, по какому-то правилу был выбран, и дальше нам нужно его отсортировать по какой-нибудь более точной в плане отображения information need функции, и выдаем. Вот. Ну, и на многих этапах здесь, конечно, нужна обработка текста. Мы не можем работать, например, со всеми формами слов. Ну, то есть, можем, но это может быть неэффективно, поэтому нам нужно вообще как-то почистить документы, выделить из них текст, из веб-страницы это не всегда просто, убрать лишнее, убрать повторяющиеся элементы и положить в базу. Или сделать это, когда мы проходим по базе при индексации. То же самое надо сделать с запросом перед тем, как отправить его в индекс, чтобы, ну, мы делали запрос, чтобы данные были так же предобработаны, как данные упакованные в индекс. Ну, при ранжировании там тоже могут использоваться всякие штуки на основе текста, то есть, ну, по факту это, конечно, происходит раньше, но тем не менее, то есть, какие-то фичи посчитаны раньше. Ну, и формирование выдачи, там тоже есть место задачам представления, например, да, вот сниппеты поиска, которые вы видите, когда делаете запрос. Формирование сниппета тоже вполне себе задача обработки естественного языка. Ну, не самое сложное, но тем не менее. Итак, давайте, значит, вот эти этапы сбора, чистка данных, подготовка документов, индексация, обработка, выборка по запросу, ранжирование, и подготовка выдачи. Подготовка документов. Как уже сказал, нужно выкинуть мусор, то есть, ну, всякие теги, вот, пожалуйста, неразрывный пробел из HTML, убрать всякий мусор, оставить только слова, понять, какой это язык, потому что последующие инструменты могут быть языкозависимыми, ну, не знаю, может быть, у вас поиск устроен так, чтобы вы в разные индексы складываете слова разных языков, и предобработать предложение так, чтобы привести слова к нормальным формам. Это нужно для, ну, для того, чтобы при поиске кошечка и кошка, да, у нас, мы не теряли документ по запросу кошка, мы не теряли документ, в котором было написано кошечка. Ну, плюс это, плюс это экономия размера словаря, и еще в нескольких, в нескольких смыслах это полезно. Но при этом исходную форму мы тоже можем сохранить и потом использовать, там, скажем, при ранжировании. Это делается двумя способами, лимитизация и стемминг. О них мы сейчас поговорим. Ну, и вот в итоге, да, мы выкинули, мы преобразовали к некоторой нормальной форме. Здесь, обратите внимание, да, это вообще не слово. Почему, откуда вообще такое взялось, мы сейчас поговорим. и кроме того, мы выкинули несколько слов. Собственно, слова, которые были в левой части закона ЦИПФа. Наиболее частотные слова, которые не несут большого смысла, и часто, часто их стоит выкинуть, чтобы они не мешали, там, скажем, при обучении нашей модели, при индексации для поиска, не занимали лишнего места и так далее. Те самые слова, которые есть почти во всех документах. Как правило, это служебные части речи, это местоимения, вопросительные слова и так далее. И вот, пожалуйста, берег пустынной волны. Стемминг. Что такое стемминг? Одно из определений. Преобразование слов таким образом, чтобы разные формы приводились в один токен. И, вообще говоря, есть там разные статистические методы, что можно это делать, просто набрать достаточный набор данных и решить эту задачу вообще вне зависимости от языка. Но мы посмотрим на другое решение. И вот как раз о том, что чаще всего под стеммингом понимают методы усечения слов. То есть мы отрезаем концы слов, иногда приставки, таким образом, чтобы осталось только единое для нескольких форм часть. И вот первый случай, ой, второй случай, ой, прошу прощения, где же? А вот на берег пустын волн, когда у нас появляются какие-то монстры вместо слов, это как раз результат стемминга. Первый стеммер, наверное, если по-честному посмотреть литературу, это 68-й год, но самый распространенный и, де-факто, стандарт, который использовался для нескольких языков, были подготовлены правила для стеммера портера. Стеммер портеры это не слишком хитрая штука, там есть, по-моему, пять этапов, каждый из которых разбит на подэтапы, где мы просто преобразовываем строку к другой строке, отрезая или заменяя хвост слова, суффикс, если хотите. Ну вот, например, правило выглядит таким образом. Некоторые условия, паттерн с которым должно совпадать исходное слово и что с ним, и что с вот этим вот кусочком мы сделаем, на что его подменяем справа. Вот такие, ну, не знаю, можно ли это назвать честно продукциями, но вот, да, такие правила. Условия могут быть вот такими, например, да, содержит гласную, заканчивается удвоенной согласной и так далее. И все правила, ну, вот они такие. То есть, если у нас слово, заканчивается на иди, да, ой, простите, это пример. Если слово заканчивается на иди, то там в первом шаге иди, иди, по-моему, просто отрезается. То есть, там просто ничего не остается. И как результат этого может быть мы применили к слову сайст это правило, получили сиз. и вот одно из правил преобразовывает из на из и на сайз. Вот. То есть, мы не только выкидываем, мы еще пытаемся все-таки, где можем догадаться, как мы получили это слово, нормальную форму. Таким образом, ну, вот повышается несколько качества. И я не помню, в каком году в итоге Портер заморозил, ну, это можно улучшать было бесконечно, и в каком-то году Портер заморозил алгоритм и выложил его на сайте. Ну, вот, он реализован в библиотеке NLTK на Питоне. Замечательная библиотека, где можно попробовать весь, ну, не весь, конечно, но зоопарк старых и нескольких новых моделей для обработки языка. Вот, в том числе, есть Портер Стеммер. И вот, пожалуйста. Hello, dear students, who cares about linguistics? Let's evaluate all the corpora. Вот мы получили результат. И здесь более-менее все слова, вот и валу, не слово, и corpora. Ну, то есть, corpora – это множественное число слова корпус, и если бы мы написали корпусы, мы бы получили корпус. А так, ну, вот Стеммер ничего с этим не стал делать. Ну, то есть, not, как это, not good, not terrible, если, если у нас это, если нам этого достаточно. Но, возможно, лучше приводить к словарным формам. Есть все-таки довольно быстрые средства лимитизации, и результат получается предсказуемым. То есть, вот коллизий, что мы схлопнули в один токен, совсем разные слова, шансов, если бы мы взяли хороший лимитизатор, поменьше. Вот, как правило, в основе лимитизаторов слова, словарь, плюс какие-то отдельные вристики для того, чтобы работать как раз со словами, которых, ну, которых в исходном словаре нет. То есть, да, если у нас варькалы, с хливки и шарьки пырялись по нове, и хрюкатали зелюки, как мумзики в мове, то, ну, не знаю, может быть, в какой-нибудь классической лингвистической системе где-нибудь в словаре это забито, чтобы на этих примерах точно отрабатывало. Но вообще, конечно, да, есть слова, которых не может быть в словаре, но мы, как люди, как носители языка, читаем, не знаю, варькалось, хливки и шарьки. Мы понимаем, что шарьки это, во-первых, это стихотворение, и мы знаем, куда там ударение, и поэтому это, скажем, скорее, 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 не женский род. А еще мы понимаем, что это, скорее всего, множественное число, и, скорее всего, что это имя существительное, и так далее. Но этого слова в словаре нет. То есть мы сами для себя делаем морфологический вывод, Morphological Inference. И в какой-то степени эти инструменты тоже это умеют. Вот, де-факто, стандартно, наверное, сейчас вот эти три. MyStem с это Яндексовский инструмент с закрытым кодом бесплатно распространяющийся PyMorph 2 на, насколько я понимаю, это переделка PyMorph, который работал на основе инструмента от, который работал на основе словаря залезняка. И RNN Morph это сравнительно свежая вещь, ну, вроде как State of the Art сейчас для определения части речи, приведения к нормальной форме. Очень рекомендую. Правда, работает медленнее, чем вот эти два. Ну, вот, собственно, как работает MyStem. Пример. Мы запускаем бинарничек MyStem на варькал из хливки и шарьки. И что он нам может дать? Показывает он нам, что это, что начальная форма, что нормальная форма варькаться, что это глагол, несовершенный вид, и так далее, и так далее, и так далее. Bastard, если я правильно помню, это значит, что его нет в словаре. Вот. Ну, и так далее. Вот. С шарьками или шорьками тут все весьма неоднозначно, и MyStem нам выдал несколько вариантов каждым, ну, вот, с одинаковыми шансами, кто из них может быть, кто из них может быть лучше. Вот. Мы здесь использовали вес, мы использовали ключик D, это значит disambiguation, то есть, это как раз для работы со случаем села и села, MyStem пытается по контексту вывести, вывести что за часть речи, да, ну, то есть, какой из разборов лучше, если мы скажем три деревни, два села или села на стул, то он поймет, можете проверить дома. Так и в случае мама мыла раму. Мы запускаем как бы старую версию без разрешения неоднозначности, и получили, что мыло, мама мыла раму, изначально самый вероятный вариант это мыло, что, конечно, неверно. Запускаем с disambiguation, все правильно. Вот. Так, что у нас? У нас есть не очень много времени. Так, по всему вебу пробежаться не получится, как мы поняли, и давайте поговорим о том, как индексировать документы. допустим, у нас есть потребность посмотреть статью википедии о Мейнкуне или Мануле. Если мы это, если мы подумаем, что, если мы, не знаю, возвращаемся куда-нибудь в конец 90-х и вбиваем в поиск только важные для нас слова, да, а не задаем вопрос, то мы пишем вики, Мейнкун, Мануле. Ну, вот часто, ну, еще иногда поиск позволял, да и сейчас, по-моему, в специальном языке запросов такое тоже есть. Можно, можно прям явно задать, какие документы, документы с какими словами нам нужны, то есть, в которых есть слово вики и есть или Мануле, или Мейнкун. Посмотрим на наш индекс. Что такое индекс? Ну, как минимум, индекс должен уметь отдавать ответ на вопрос, есть ли у нас слово в документе или нет, поэтому давайте представим это как вот такую бинарную матрицу, в которой для каждого документа, вот бит маска, каждый бит соответствует слову из словаря, то есть, допустим, у нас есть словарь на несколько сотен тысяч слов, и стоит единичка, если слово есть, ну, если нет. Ну, собственно, вот под каждый запрос, допустим, проезжаем по всему индексу и выдаем ответ. То есть, все, кто этому соответствует. Ну, как мы с вами поняли, это не очень подходит. Как бы вы ни представляли, это все равно фуллскан. Поэтому надо это упаковывать иначе. Вот у нас есть словарь, и каждому словарю цепной список упорядоченных по какому-то признаку, например, здесь у нас по номеру, документы, в котором этот терм, как это называется в информационном поиске, содержится. И, соответственно, тут уже становится попроще. То есть, если мы хотим вынуть все документы, которые содержат вики, то есть, мы берем вики и какие-то еще векторы, и просто эти списки пересекаем. Все пересекаем с вики. И это довольно эффективная история, то есть, за сколько, если n, это максимальная длина списка, за сколько мы список пересекаем упорядоченный? Два упорядоченных списка, нужно сделать пересечение элементов. За вот n, конечно. И, соответственно, находим в словаре нужные нам слова и пересекаем, объединяем в соответствии с булевской такой формулой, которая у нас есть. Вот. Эта структура называется инвертированный индекс. и, кроме того, здесь можно хранить много другого. Ну, например, рядом с каждым документом, вот здесь, мы можем еще положить позицию, на которой это слово находится в документе. Поэтому, если у нас в запросе будет не просто вот такая булевская формула, а еще вот это слово находится на расстоянии два слова от этого, такие запросы мы тоже сможем сделать. Понятно? Вот. Тоже довольно эффективно. Ну, то есть, я не знаю, помнит ли кто-нибудь был такой поисковой движок альтовиста, вот, там был оператор near, который, вот, который как раз вот, который можно было задать, и мы бы потребовали, что определенные термы были рядом в тексте. Да. Значит, end — это пересечение сортированных списков, or — это объединение, и то и другое. Делается за ОООТ очень быстро. Словарь, вот это вот, то, что было слева, можно всегда держать в памяти, а списки можно эффективно, очень эффективно сжимать и держать на диске. Ну, там, какие-нибудь редкие слова вообще почти никогда не будут дергаться, ну, так и пусть список сдержащих документов спокойно лежит на диске и не занимает память. Можно массу улучшений сделать, во-первых, можно сжимать по-разному, можно хранить не сами индексы вместе с документом в цепном списке, а разницу по индексу с предыдущим. Это, ну, понятно, чтобы не было переполнений, вообще это очень экономит память. Хранить дополнительные ссылки через каждые N элементов, это сильно ускорит пересечение. Домашнее задание, подумайте дома, напишите псевдокод, как это делается, а то, не знаю, вдруг это в контроль не будет. Ну, то есть, кажется тривиально, но тем не менее. Вот, про позиции и расстояние мы с вами уже говорили. Как можно предобрабатывать запрос? Ну, запрос нужно предобрабатывать, конечно же, в плане выбрасывания чего-то и, скажем, обработки, преобразования слов в нормальную форму точно так же, как документы, но, тем не менее, когда мы делаем запрос про какие-нибудь, не знаю, элитные машины, да, мы можем взять и расширить запрос некоторыми переформулированными, мы можем переформулировать запрос, добавив, не знаю, туда прям хоть конкретные марки, да, с каким-нибудь пониженной важностью этого слова. Ну, в общем, есть много трюков, и кириэкспэншн тоже, в общем, отдельная задача. Еще, ну, как правило, у нас не один большой индекс, часто поиск все-таки такой в каком-то смысле распределенный, то есть под запрос, мы делаем запрос, под каждый запрос мы переадресовываем его сразу в несколько индексов, они могут быть как-то, ну, в общем, там могут быть разные вещи, там, не знаю, объявления какие-нибудь, если, там, не знаю, мы поисковики, у нас есть сервис объявлений, там, ну, и что-нибудь такое, не знаю, недвижимость какая-нибудь, и поэтому часто по запросу нужно бывает классифицировать собственный интент, то есть что же человек хочет, найти какую-то точку на карте, получить быстрый ответ на свой вопрос, там, не знаю, возраст Че Гевары, да, что-нибудь такое, и понятно, что, ну, нет смысла тут ничего давать, кроме Википедии и, собственно, ответа из Майниного из Википедии, и так далее. Ну, и интересный момент это ранжирование, мы не будем о нем говорить слишком подробно, но все-таки поговорим. Ранжирование, это сложно, это самое сердце, или, если честнее, мозг поиска, это то, за что просто бьются, то за что бьются сеошники, то за что бьются люди, отвечающие за качество поиска внутри поисковиков, и это очень сложная задача. Сложная она по нескольким причинам, вот самый классический пример, это скорее о том, конечно, что поиск должен быть, что выдача в поиске должна быть, должна отвечать на все возможные смыслы запроса, но тем не менее, когда мы делаем запрос Ягуар, это может быть напиток, это может быть автомобиль, это может быть, не знаю, чья-нибудь песня, ну и так далее. Это вопрос диверсификации выдачи, но важнее, конечно, насколько документ соответствует запросу, насколько можно для этого использовать в том числе, не знаю, клики людей, которые переходят, документ может соответствовать, там, не знаю, идеально, но при этом быть каким-то слишком поверхностным, допустим, да. Люди, которые ищут, они ищут не это скорее. Качество документа, ну то есть, в том числе, как подножество этого, это борьба со всякими зеркалами, спамом, всеми делами. Соответствие интересам пользователя, я пометил звездочкой, ну потому что это задача персонализации, то есть персонализацию сейчас, наверное, все топовые поисковики делают, но вообще говоря, это необязательная история. Ну и разнообразие выдачи. Вот. Решать задачи ранжирования можно по-разному, но главная цель – научиться упорядочивать документы так, чтобы они пользователю нравились. Например, обучить функцию релевантности. И классика жанра – это векторная модель поиска, которой, я так думаю, нам надо поговорить в следующий раз, потому что… А, или нет, у нас же еще полчаса есть, верно? Спасибо. Тогда продолжаем. Классика жанра – векторный поиск. Это следующий подход. Все документы и все возможные запросы мы вписываем в единое векторное пространство. Каким-то образом, сейчас поговорим, каким, мы преобразовываем тексты запросов и документов в векторы и стараемся найти документы наиболее близкие к вектору запроса по какому-то расстоянию. Ну, не знаю, можно искать по евклидову расстоянию, например, но в чем… Ну, если, допустим, мы представляем… Помните, как мы в таблице представляли документы как битовые маски для слов? Слова, документы. И там, не знаю, есть слово, ставим один, нет слова, ставим ноль, не знаю, два, если два слова, ну и так далее. То есть не битовые маски, а частоты, допустим. Вот, допустим, мы все документы представляем таким образом. И нам приходит какой-то запрос, который мы тоже представили, как такой вектор, огромный. Это не страшно. То есть то, что вектор у нас гигантский, это не проблема. Можно использовать там sparse vectors, никаких проблем. и в чем проблема, если мы захотим здесь использовать евклидовое расстояние. Ну, то есть что такое евклидовое расстояние? Допустим, у нас запрос, не знаю, нет, два-то в запросе, конечно, вряд ли. Один, так далее. Что значит большие? важный слог не учитывая. Что, что? важный слог не учитывая. Это не совсем тот ответ, скажем так. Да, скорее так. То есть евклидовое расстояние не наплевать на размер документа. Вот, может быть, вы это имели в виду, я просто не успел вас уточнить. Евклидовое расстояние на него влияет длина документа. И поэтому здесь лучше посмотреть на угол между соответствующими векторами. И, ну, то есть, классика жанра в этом случае это косинусное расстояние. То есть, мы посчитаем косинус как скалярное произведение документа, каждого документа из потенциально интересных нам и запроса, поделим на произведение норм. и чтобы это стало расстоянием, что нужно сделать? то есть, косинус в нуле нам дает косинус нуля. Это что? Смелее, смелее. Единица, да. Соответственно, чтобы это удовлетворяло, там, чтобы это было расстоянием, то есть, чтобы в нуле все-таки был ноль. То есть, при совпадении был ноль. Как можно с этим? Один минус? Ну, один минус косинус, конечно, да. так, проверяю, следите ли вы за тем, что происходит. Вот. И, ну да, то есть, косинусное расстояние один минус косинус. И, ну, вот такой самый очевидный подход, как строить эти самые векторные представления, это просто посчитать, сколько раз в документе встретилось то или иное слово. И пусть вас не пугает, что это векторы там гигантские на сто тысяч ячеек, то есть, единицы стоят в очень немногих, есть эффективные способы представления этого. Вот, пожалуйста, берег пустынной волна. Вот, видите, слова у нас тут все уже нормализованы и, по-моему, даже упорядочены по алфавиту зачем-то. Ну, то есть, и забегая вперед, мы с вами будем рассматривать несколько других задач, когда нам нужно будет преобразовывать документы в векторы. И вот таким простым представлением пренебрегать, когда вы первый раз, не знаю, обучаете свой классификатор, и не надо сразу брать какие-нибудь хитроумные, сложные способы представления векторов, натравливать на них чрезвычайно успешные нейронные сети. Для начала стоит попробовать какой-нибудь тупейший классификатор с вот таким представлением данных, иногда рвет все и работает очень быстро. Но, собственно, необязательно считать частоты, потому что, ну, как мы знаем, есть слова, которые встречаются много где, и не все из них стоит относить к стоп-словам, но все равно их вклад в смысл документа, он не так велик, и особенно это актуально в информационном поиске, чтобы мы находили все-таки релевантные документы, придавая вес нужным, наиболее специфичным для данного, для темы этого документа словам. И вот для этого есть такая, давайте назовем сейчас это эвристика. Для каждого терма в документе в данной коллекции текстов будем взвешивать не просто частотой, а вот такой величиной. То есть сначала мы берем что-то похожее на то, что было. Это относительная частота, то есть сколько раз этот терм, какую долю этого документа занимает этот терм, но это нужно компенсировать, потому что это все равно то же самое, что было, просто большой вес будет у частотных, ребят, но нужно отсеять тех частотных, которые не являются специфичными для данного документа. То есть мы хотим дать вес побольше каким-нибудь терминам и вес поменьше словам не знаю каким-нибудь пошел, выстрелил, да, а синхрофазотрон поднять повыше. И поэтому нам надо свериться с корпусом. для этого мы вводим сколько раз в скольких документах относительно всего корпуса встречается этот терм. Дальше переворачиваем эту дробь и логарифмируем. И таким образом мы это компенсируем. Ну, потому что если мы не прелогарифмируем, мы просто все убьем. Это сейчас такие рассуждения, почему эта эвристика выглядит так, а не иначе. Некоторые обоснования у нее тоже есть. Это следующий слайд. но если мы просто возьмем и размер корпуса поделим на количество документов, в которых встречается этот терм, то это будет слишком сильный вклад в эту формулу. Значит, то есть вот эта величина, размер корпуса поделить на число документов, в которых содержится данный терм, показывает нам насколько этот терм специфичен. Первый компонент произведения говорит, насколько он важен для этого документа, какую долю этого документа он составляет. И вот получается такая величина TF-IDF, такая стандартная история для оценки важности документов, для оценки важности термов в документе. прошу любить и жаловать. Но есть у этого и некоторые вероятностные объяснения, что такое TF-IDF и откуда он взялся. Давайте посмотрим. Вот формула на него несколько похожая. Давайте посмотрим на ее компоненты. Пусть посмотрим на величину NW делить на N. То есть вероятность встретить слово W в документе. То есть NW это сколько всего документов, содержащих W, как вот нижняя часть вот этой дроби. Ой, простите. Нижняя часть вот этой дроби. Вот этой дроби. что ж такое-то? И N это верхняя часть дроби. Дальше. Если слово встречается в документе NW раз, то если мы верим, что все слова независимы, то оценка вероятности встретить его в нем выглядит вот так. То есть просто перемножаем и перемножаем NW раз. Дальше мы берем весь запрос и такие же выражения для всего него перемножаем. Так мы получим вероятность встретить в документе D слова из запроса совершенно случайно. То есть в каком-то смысле если мы встретили эти слова в этом документе чисто случайно, то они не важны для данного документа. Запишем. Возьмем логарифм логарифм монотонный возрастает и значит логарифм от P от Q и D нам надо сделать поменьше. Запишем запишем просто поставим перед ним минус и получим TF IDF. Чем больше, тем важнее. Интересно, да? Вот такая история. Не буду врать, не знаю точно появился ли он, придумали ли его все-таки его как-то так или все-таки скорее как эвристику, но ставлено то, что как эвристик. И более хитрая история, очень успешная в свое время формула Capi BM25 это семейство IDF подобных функций, которые надо обязательно настраивать, там несколько параметров. И вот не буду ничего рассказывать, но тем не менее, вот такая формула могла очень долго жить в продакшенных поисковиках и обеспечивать не такое уж плохое качество поиска на тот момент. А потом пришло машинное обучение и всех победило. Значит, машинное обучение используют в том числе для ранжирования, то есть здесь можно по-разному модели можно обучать по-разному. Сейчас мы подробно обо всем этом говорить не будем, но для того, чтобы обучить господи, ранкер ранжирования можно подавать в систему машинного обучения данные по-разному. Во-первых, можно просто пытаться обучить вот как раз функцию релевантности, просто поставив парам документы запрос от численной оценки релевантности. Ну, здесь, конечно, проблема в том, здесь, конечно, проблема в том, что это аннотатором, асессором, ну, бывает довольно сложно. То есть, если это большая шкала, ну, как и всегда, на самом деле, если дается шкала, не знаю, от 1 до 5, то нужно как-то очень сильно постараться, чтобы кучу людей научить отличать 3 от 4, так как вы считаете это должно быть. если 1-0, это еще туда-сюда. Обучать по парам. Вот подход выглядит довольно честным, да, то есть, вот у нас есть одна выдача, документ, запрос, есть другая выдача для того же запроса, то есть, и смотрим в ней на два документа, и кто из них лучше, кто из них лучше, тому ставим галочку. И вот на таких данных тоже можно учить ранкер. Ну, а можно просто дать список, и он будет упорядочен по релевантности, и на этом тоже есть методы обучения моделей и на таких данных. Вот. Не будем говорить об оценке качества ранжирования, все-таки это совсем отдельная история, и вообще скорее для курса машинюнинга, если по-честному. Вот. И последняя задача в информационном поиске, которую на которую посмотрим, это подготовка выдачи. Как я и говорил, есть такая задача подготовка сниппетов, то есть у нас есть запрос, у нас есть набор документов, которые мы уже выгребли, и нам нужно представить такую вот, так автореферировать текст для пользователя, выделив те места, которые он искал, ну точнее совпадающие термы, которые мы нашли в документе, чтобы пользователь понял, подходит ему эти документы под его запрос или нет, и на что-то кликнул. Задача может казаться сложной, но благодаря тому, что там есть конкретные ключевые слова, которые нужно найти, она становится гораздо более простой, чем автореферирование, но в целом тоже можно назвать ее задачей НЛП-шный. Значит, большая-большая заслуга информационного поиска как области для НЛП это то, что там мероприятия по оценке качества поиска еще в те времена, когда там задолго до какого-нибудь там гугла, да, это стало стандартом, и то есть ученые сравнивались на разных наборах данных. Вот не помню в какой год, Кренфилд Коллекшн, какая-то совсем старая, по-моему, чуть-чуть не на карточках было изначально написано, 1400 текстов об аэронавтике и проставлен набор релевантности. Ну, то есть, если информационный поиск, с чего и начался, то с библиотекарей, если по-честному, да, вот этот инвертированный индекс, он очень напоминает, наверное, библиотечный каталог, и идея, в общем, не самая сложная. Значит, есть конференция, text retrieval conference, каждый год они выкладывают какой-то новый датасет с каким-то очередным аспектом информационного поиска, там, не знаю, поиск по твитам какой-нибудь, да, и народ соревнуется, чья модель лучше, тот и молодец. Вот. Ну, ну и потом, когда вы пишете статью о вашем новом методе, который, конечно же, лучше всех прочих, вам надо сравниться на каком-нибудь стандартном датасете, вот это, вот это gold standard вещи, трек, одна из них. Ну, и cross language evaluation форум, это там тоже про информационный поиск, и поиск документов под запрос на разных языках, под запрос, ну, например, на одном языке, тоже отдельная сложная задача, ну, и тут есть несколько тоже стандартных датасетов. Если вы задумаетесь делать свой информационный поиск, ну, допустим, это не обязательно должно быть индексирование всего интернета, там, для какой-нибудь вашей задачи, не знаю, допустим, вас угораздило стать big data очень scientist, и вам говорят, что, ну, вот нужно сделать систему поиска, или что-то хранить эффективно, или как-то особенно ранжировать документы, но изначально вам надо суметь из большой документной базы что-то находить под запрос. не надо изобретать велосипед. В open source есть очень много хороших инструментов, и настоятельно рекомендую как-нибудь так просто, например, по фану повозиться, если вы любите питон с сапианом, со скрейпи, потому что, ну, вдруг пригодится. Всегда полезно, там, не знаю, пришли вы на хакатон, а у вас там какая-нибудь задача, под которую нужно собрать данные. Если у вас уже к рукам прилипли навыки скачивания, индексирования, то это вам поможет. Но не говоря уже о том, что, ну, вообще-то на работе пригодится. Вот. Все довольно просто, в каком-то смысле, в каком-то смысле эффективные, эффективные вещи. Я вот, например, очень Люсин люблю, библиотека на Java, в которой очень много всего реализовано хорошего. Ну, и, собственно, есть PyLucine, но Sapien тоже в целом похож на интерфейс Люсина, но несколько поприятнее, чем PyLucine, тем не менее. Ну, вот. Люди делают логотипы своим этим самым инструментом, вот ровно для того, чтобы их размещали на слайдах. Вот, пожалуйста, такое разнообразие. Люсин под DotNet есть. Есть вещи, прям коробочные решения вы ставите и, там, не знаю, преобразовываете ваши данные в какой-нибудь простенький формат и через HTTP-шную API-шку закидываете, оно все вам индексирует, если вы как-нибудь простенько сконфигурируете. В общем, другими людьми очень много всего хорошего сделано. Велосипеды и колеса изобретать не надо. Вот. Информационный поиск как таковой очевидно. Область такая научная область, где очень активно происходит, очень активно развивающиеся и ключевые конференции, конечно, конференции ACM-SIGIR, Special Interest Group in Information Retrieval, ESIR, европейская конференция по информационному поиску и прочие конференции по ВЕБу, по в каких-то случаях может быть даже конференциях по NLP заведет статья по информационному поиску. Есть хорошие школы. Вот рекомендую, кстати, в 2019 году Русира не было за ненадобностью по мнению главного организатора. В этом году снова будет. во всяком случае пообещали, что в этом году Русира снова будет. Это не значит, что там все исключительно про информационный поиск, там доклады и про обработку языка, и про войск картинок, и вообще про provision бывает, и все такое. В общем, следите за анонсами, и это очень хорошее мероприятие. Кроме того, что оно очень хорошее в образовательном плане, это еще и такая, что, в общем, самое важное в конференциях? В конференциях важная там хорошая тусовка, обмен идеями. И в этом смысле для как это называется, young scientists, вот это очень хорошее место, очень рекомендую. Ну и вообще за конференциями можно следить через сервис wiki call for papers и просто погуглив. В веб-поиске много других NLP-шных задач, которые мы не рассмотрели, мы рассмотрели, пожалуй, основные, но когда начинаешь постоянно, когда начинаешь решать сложную задачу, постоянно оказывается, что дьявол вылезает из всех мелочей, и вот в том числе не такие уж, не такие уж маленькие задачи, часть из которых мы все-таки рассмотрим, классификацию, кластеризацию, обнаружение дубликатов, в поиске тоже есть. То есть это большое, наверное, его можно назвать большим и успешным случаем применения обработки естественного языка, и там, в общем, всем работа найдется. То есть, еще раз, спасибо Information Retrival сообществу за TF-EDF, за практику Data-Driven Research и все такое, за большое количество точек взаимопроникновения с NLP, и на этом об информационном поиске все. То есть, как бы takeaways, что мы сегодня рассмотрели, из каких кусков сделан поиск по текстам, что такое стемминг-климатизация, булевский поиск, векторная модель, косинусная близость, TF-EDF, ну и общее рассуждение. На этом на сегодня пожалуй, все. Если сейчас есть какие-то вопросы, вдруг появились орг-вопросы или по материалам сегодняшнего занятия, сейчас хороший момент их задать, но еще это можно всегда сделать в чате. Так что всем спасибо за внимание, за то, что в такой аномально теплый для петербургского сентября день вы пришли послушать. Если нет вопросов. Вопрос от объекта импредставления мы для документов строили. А вот эти вот всякие word-to-vec и past-txt они ничего? Ну, о векторной семантике у нас будет лекция или даже две. Ну, вообще говоря, word-to-vec и past-txt это представление слов или там или символьных инграмм, но там условно говоря, да, это представление слов. То есть... Представление документов они никак не используются. Ну, то есть, есть отдельные способы имбеддингов документов, да. То есть, например, для некоторых задач там, скажем, сумма word-to-vec например, для всех слов в тексте показывает результат лучше, чем специально обученные сентенс-эмбеддинги. Ну, то есть, это так было раньше, конечно, сейчас все-таки там все с появлением хороших контекстных имбеддингов все изменилось, но тем не менее. Ну, то есть, короче, word-эмбеддинги это не совсем о том, но, конечно, их хочется использовать везде, и в хвост, и в гриву, и успешно это получается. Лимитизация и стемминг. Значит, стемминг... Ну, вообще, вот, то есть, там есть два определения. Одно определение стемминг, это, в принципе, просто сведение слов с общими корнями в какую-то одну общую форму. Вот, и в этом смысле лимитизация тоже стемминг. Но вообще, когда говорят стемминг, обычно, сколько я не слышал, обычно подразумевают вот как раз случай, когда мы что-то такое со словом делаем, что-то от него отрезаем или приклеиваем, чтобы оно сводилось в какую-то единую там сущность, в какой-то единый токен, который не обязательно является словом. А лимитизация это все-таки приведение к нормальной форме. Я ответил на вопрос? Нормальная форма была? Да, 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 да. Ну, словарная форма. Лемма, наверное, неправильно это сказать.